Совсем недавно представитель волонтерской организации предложила Каспийскому Дому детского творчества принять участие во всероссийской акции «Шьем для наших». Руководитель Аминат Насрулаева, не раздумывая, решила присоединиться к благотворительному делу и совместно с воспитанниками объединения изготовить подушки от пролежней для раненых бойцов. И конечно мы совместно с педагогами и детьми Дома детского творчества приняли участие в данной акции и окажем помощь, так как это общее дело и мы примем все усилия, чтобы бойцы СВО знали, что мы в них верим и ждем и желаем скорейшего выздоровления. Подушка от пролежней в виде косточки набита синтепоном и ветошью. По сильное содействие оказывают неравнодушные граждане, которые приносят как материал для основы, так и кусочки. Нередко приходят на помощь и родители ребят. Как отмечает педагог Марина Сотникова, несмотря на то, что сейчас у детей летние каникулы, многие из них охотно согласились помочь нашим раненым военнослужащим. «Девочки, во-первых, отозвались с удовольствием, потому что они поняли для чего это и для кого это делается. Девочки, которые раньше у нас уже занимались и имеют опыт шитья на швейной машине, они сами делали заготовки. Те, кто помладше возрастом, они, соответственно, набивали. Те, кто мог хорошо вручную работать, эти дырочки нужно было потом на подушечках зашить. И девочки с пониманием, с удовольствием ко всему этому отнеслись». Уже изготовлено 20 специализированных подушек. Всего планируется сшить около 60 изделий. «Было бы хорошо, желающие могут нам помочь с тканями, так как мы делаем закрой и набиваем тканью. Желающие могут нам оказать помощь по поставке ткани». Отметим, что к необходимой для бойцов посылке также будут вложены молитвы, теплые письма поддержки о детей и женщин. И, конечно же, адрес отправителя из Дагестана с любовью. Готовые изделия будут направлены в полевые госпитали Севастополя. Продолжение следует...